Больная предъявляет жалобы на общую слабость, головную боль, мышечную боль, суставную боль, сухость во рту, тошноту. Украинский миротворец доставлял гуманитарную помощь больным вирусам Эбола в одну из африканских стран. На обратном пути в самолете волонтеру стало плохо. В родной стране прямо в аэропорту его встречают врачи в специальных костюмах. Это легенда для медработников. Инфекционистам, эпидемиологам и санитарным врачам Харьковщины показывают, как вести себя, если у пациента заподозрили лихорадку. Так как у нас обучается огромное количество студентов из Западной Африки, наш миротворческий контингент находится в этом регионе. Естественно, мы должны быть готовы к такой ситуации, когда возможен завоз больных. Вирус Эбола больше всего распространен в странах Западной Африки – Гвинеи, Сьерра-Леонии и Либерии. Однако в последнее время случаи заболевания зафиксировали в Испании и США. Врачи говорят, проблема в том, что выявить инфекцию достаточно сложно. Болезнь может замаскироваться даже под обычный грипп. Смертность от этой болезни от 55 практически до 90 с небольшим процентом. То есть это одна из самых тяжелых, особо опасных инфекций. Определенного лекарства от вируса Эбола не существует. Но если выявить инфекцию сразу, то спасти человека можно, говорят врачи. Однако признаются, Украина, как и большинство европейских стран, к эпидемии лихорадки не готова. Диагностические лаборатории есть только во Франции и Германии. Мария Жикова, Алексей Жичков, Медиагруппа «Объектив».